Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами изучаем английский словарь для начинающих. Я вам сразу скажу, что это словарь не для совсем новичков, то есть не для абсолютно целиком и полностью нуля, но это словарь, который захватывает всю необходимую лексику, все необходимые слова и выражения, которые вам могут попасться на уровне elementary, то есть на начальном уровне, на начальной стадии владения английским языком. Это все слова чрезвычайно популярны. То, что мы проходим, это, как говорится, на слуху, поэтому это тот, скажем так, необходимый минимум, который вам нужен для выживания в англоязычной среде. Сегодня мы с вами проходим урок номер 7, и в теме номер 7 мы поговорим о чувствах. We will talk about feelings. Feelings – чувства. Давайте сразу поговорим о самых-самых базовых словах, которые говорят о чувствах. Есть у нас love. Love – это очень сильно любить. Любить – вот прямо любить. Есть у нас слово like. Like – это означает иметь симпатию, нравится, любить, но, скажем так, не настолько горячо, как об этом говорит слово love. После этого мы переходим в отрицательные чувства. Если вам что-то не нравится, но при этом вы не можете сказать, что это однозначно что-то ужасное, что вы это ненавидите, просто не нравится. По-английски это don't like. И самое негативное ощущение, неприятное в этой градации – это слово hate, когда вы что-то ненавидите. Итак, love – любите сильно. Like – любите в контексте нравится. Don't like – не нравится. Hate – ненавидите. Что можно сказать на эту тему? Можно сказать I love my family and my best friend. Я люблю мою семью и моего лучшего друга. I love – я люблю. То есть я всей душой ощущаю это чувство. Чувство love. I love my family. Я люблю мою семью. My family. I love my best friend. Я люблю моего лучшего друга. Friend – друг. Best friend – лучший друг. I like my job. Мне нравится моя работа. То есть нельзя говорить I love my job. Тогда получится, что работа занимает всё место в вашем сердце. Работу обычно любят, но не сказать, чтобы прямо это была такая горячая любовь, и она занимала все ваши мысли и чувства. О работе мы скажем I like my job. То есть более слабое чувство, но при этом чувство явно позитивное. С плюсиком. Я не люблю фильмы ужасов. То есть они мне не доставляют приятности, не доставляют удовольствия. Don't like – это скорее негативное чувство. Мне это не нравится. I don't like films – фильмы. Horror films – фильмы ужасов. I hate spiders – я ненавижу пауков. То есть ненавижу их очень сильно. Это крайне негативное чувство. Если вы что-то ненавидите, то вы это ненавидите всей душой. Hate – это противоположное по полярности чувство по отношению к слову love. Соответственно, like и don't like, есть ещё вариант dislike – это также противоположные чувства. Давайте повторим ещё раз эти названия. Love – люблю. Like – нравится. Don't like – не нравится. Hate – ненавижу. Теперь давайте посмотрим на то, какие чувства испытывают данные люди. Это те чувства, которые в английском языке соответствуют прилагательным. Так как это прилагательный, то в предложении эти слова, эти чувства будут идти в связке с такими глаголами, как be – быть, то есть находиться в этом состоянии. Глагол get – войти в это состояние. Глагол look – выглядеть, как будто ты находишься в этом состоянии. Не путайте, кстати, глагол look с его фразовым значением. Например, look for – искать. Если после look идёт предлог, то look теряет своё значение выглядеть. Обратите внимание на этот момент, об этом меня часто спрашивают в комментариях. Далее у нас есть глаголы feel – чувствовать. Чувствовать – вот это состояние. Глагол smell – пахнуть. И глагол taste – иметь такой-то вкус. Ну, в данном контексте, конечно, мы не сможем использовать все глаголы, но самыми распространёнными вариантами, конечно, являются связки с be – быть, get – входить в состояние, feel – чувствовать состояние, и look – выглядеть, как будто вы находитесь в этом состоянии. Итак, давайте посмотрим, какие же варианты чувств, ощущений мы с вами встретим на этом слайде. Happy – счастливый. I am happy – я счастлива. You look happy – ты выглядишь счастливым. Sad – печальный, грустный человек, думает life is hard. Жизнь тяжёлая. Естественно, когда ты так думаешь, ты входишь в состояние sad. Тебе грустно, ты ощущаешь печаль, тоску и так далее. He is sad – он грустный. He looks sad – он выглядит грустным. Thirsty – это хотеть пить. Дело в том, что в английском языке thirsty – это состояние, в русском языке – это глагол – хотеть. Поэтому здесь у нас будет нестыковка. Если в русском вы говорите «я хочу пить», то по-английски это звучит I am thirsty. Я являюсь испытывающим жажду, если переводить дословно. Обратите внимание на этот момент, thirsty – это какой, испытывающий жажду. Хочет пить, если говорить по-русски. Hungry – голодный. I am hungry – я голодный. He is hungry – он голодный. Также hungry может на русский переводиться как «хочу есть». Поэтому фраза «я хочу есть» по-английски говорится не I want to eat, а I am hungry. Следующее чувство – это angry – злой. Естественно, дядя сидит себе в квартире, тут в окно влетает мяч. Он выглядит злым. Он выглядит злым, и он чувствует злость. Upset – расстроенный. Девушка получила письмо, там bad news – плохие новости. She is upset – она расстроена. Она расстроилась. В русском языке расстроиться – это, опять же, может быть глаголом. В английском языке – be upset – быть расстроенным. Это состояние. Well – это значит хорошо. Мы с вами говорили уже о связке well и ill в контексте здоровья, в теме здоровья. I am well – у меня всё хорошо, я чувствую себя отлично. He is ill – он больной, он чувствует себя больным. И последняя группа слов – cold – холодно. Cold – когда вы ощущаете холод, скажите об этом с помощью прилагательного cold. I am cold – мне холодно. I feel cold – я чувствую холод. It is cold here – здесь холодно. В русском языке холодно также может переводиться в качестве. Наречие в английском языке cold – это прилагательное. Hot – противоположное слово по значению – это жарко. I am hot – мне жарко. She is hot – ей жарко. Tired – уставший. I am tired – я устала после тяжёлого трудового дня. I feel tired – я чувствую себя уставшей. И последнее слово – surprised. Surprised – это удивлённый. Когда вы чего-то не ожидали и оно случилось. Это чувство может быть как позитивным, так и негативным в зависимости от контекста. He looks surprised – он выглядит удивлённым, но какое-то у него, видите, не сильно довольное лицо. Но я думаю, что если вы смотрели английские, американские фильмы, то очень часто, когда хотят друзья приготовить вечеринку на день рождения какого-то своего друга, и он этого не ожидает. Знаете, как классическая сцена. Он заходит в тёмное помещение, стоит в пустой квартире, вдруг зажигается свет, все кричат – surprise, сюрприз. Вот оно – surprised – удивлённый. То есть не ожидали, а оно случилось. Также обратите внимание на такие связки. I am very happy about your news. Я очень счастлива, узнав твои новости. По поводу твоих новостей. Здесь не надо использовать других предлогов. Если вы скажете I am very happy for your news, это будет неверно. Если вы счастливы по поводу какой-то ситуации, скажите об этом с помощью предлога about. I am very happy about your news. Также мы говорим you did very well in your exam. I am very happy for you. Ты отлично справился с экзаменами, я счастлива за тебя. То есть если вы за кого-то счастливы, после happy вы говорите человека, который вызвал у вас счастье. Для этого вы используете предлог for. I am very happy for you. Но если вы радуетесь по поводу какой-то информации, но не человека, говорите об этом с помощью предлога about. I am very happy about your news. В связке your news ядро – это news. В связке you – только одно слово. Поэтому for you и about your news. Предлоги, друзья мои, требуют вашего пристального внимания, поэтому вот эти небольшие вставочки, которые мы здесь проходим, обращайте на них, пожалуйста, внимание. Теперь, друзья мои, мы поговорим о таком моменте, который, скажем так, русским людям даётся довольно-таки непросто. Дело в том, что грамматика русского и английского языков, она существенно отличается, поэтому пока, скажем так, мы находимся с вами на начальном уровне, запоминайте вот эти вот паттерны, вот эти грамматические конструкции. Они вам сделают хорошую службу, друзья мои. Сперва давайте выучим несколько глаголов, которые говорят о том, чего вы хотите или что вы чувствуете, а после этого посмотрим, как они работают непосредственно в предложении. Prefer – это предпочитать. I prefer – я предпочитаю. После этого говорите о своих предпочтениях. Hope – это надеяться. I hope – я надеюсь. И последний глагол want – хочу. I want – я хочу. Обратите внимание, как слово want читается. Не went, а want. Это очень важно, все здесь почему-то делают ошибку, не знаю почему. Ещё раз повторяем эти слова и разбираем их в контексте. Prefer – hope – want. I prefer coffee to tea. Я предпочитаю кофе, а не чай. Эту фразу можно было бы сказать по-другому. I like coffee more than I like tea. Я люблю кофе больше, чем я люблю чай. Но видите, эту длинную громоздкую фразу можно укоротить и сказать так. I prefer что-то чему-то. В русском языке предлога нет, но в английском языке перед второй альтернативой, которая вам не нравится, которую вы не любите, стоит частица to. I prefer coffee to tea. Я предпочитаю кофе, чаю. I prefer BMW to Mercedes. Я предпочитаю BMW – Mercedes. И так далее. Поиграйте с этой фразой, скажите сами себе, напишите, проговорите вслух 10 вариантов того, что вы предпочитаете. Когда у вас две альтернативы, и вы любите одно и не любите другое. I hope to do well in my exam. Я надеюсь, что я хорошо справлюсь на экзамене. Выражение do well – хорошо справляться на каком-то испытании. В данном случае – экзамен. In my exam. На моем экзамене. Смотрите, как работает слово hope. После hope мы указываем второе действие. На что я надеюсь? На какое действие? В английском языке мы должны его указать. С помощью, опять же, частицы to, так же, как и здесь. И после этого мы даем глагол в начальной форме. То, как он записан в словаре, ничего с ним делать больше не надо. Этот глагол to do в данном случае, он уже времени не выражает. Он выражает только действие. За время отвечает первый глагол. Глагол hope. I hope to do. Я надеюсь справиться. I hope to do well. Я надеюсь хорошо справиться. I hope to do well in my exam. Я надеюсь хорошо справиться на экзамене. Тема второго глагола, когда он идет после первого в начальной форме с частицей to, в грамматике называется infinitive. Также иногда нам доступен второй вариант. Этот глагол, который идет вот здесь в дополнении, он может стоять так же с окончанием ing. Пока мы с вами об этом говорить не будем, но в контексте этой темы обычно проходит другую тему. Не просто infinitive, а infinitive и герунги. То есть глагол с окончанием ing. Я немножечко забегаю вперед, друзья мои, по этой теме. Просто, как говорится, озвучиваю вам название, на что надо обратить внимание. Но пока здесь все эти три глагола таковы, что если после них идет дополнительное действие, предпочитаю что-то сделать. Надеюсь что-то сделать. Хочу что-то сделать. Вот это что-то сделать мы будем давать с вами через частицу to плюс глагол в начальной форме. Я надеюсь, что мой друг хорошо справится на экзамене. Я надеюсь, это первое предложение. Дальше у нас идет второе предложение. That, которое может выпадать в английском языке. My friend does well in his exam. Что мой друг справится хорошо на экзамене. I hope my friend does well in his exam. Либо I hope that my friend does well in his exam. По структуре русского языка, конечно, удобнее оставить это that. Лучше его не выбрасывать. Постепенно, когда почувствуете себе силы, друзья мои, начнете эти ненужные союзные слова вышвыривать. Но это вам на перспективу зазор. Идем дальше. I want a new car. Я хочу новую машину. Если вы хотите какой-то предмет, то указывайте его сразу после want. I want a new car. I want a lot of money. I want a good family. I want some tea. И так далее. То есть вариантов, чего вы хотите, масса. Но если вы хотите что-то сделать, то вы должны об этом сказать с помощью частицы to и начальной формы глагола. I want to buy a new car. Я хочу купить новую машину. I want to buy. Давайте повторим те примеры, которые у нас были с инфинитивом. I hope to do well in my exam. To do. Hope to do. I want to buy a new car. To buy. Want to buy. Также, друзья, у вас может попасться более расширенная связочка. Когда вы хотите, чтобы кто-то это сделал, то между want и идущим в начальной форме глаголом вы должны этого человека указать. Например, I want my father to buy a new car. Я хочу, чтобы мой папа купил новую машину. При переводе на русский, скажем так, вам придётся немножечко подумать, добавить несколько лишних слов, потому что если переводить эту фразу дословно, то будет Я хочу моего папу купить новая машина. Смысла вообще никакого. Но в английском языке, по логике, по структуре, я хочу I want. Если сразу после этого указан человек и его действия, то всю эту связку my father to buy мы переводим отдельным предложением. Чтобы мой папа купил. И купил что. Пока давайте не будем в подробности вдаваться по этой теме. Если вам прям сильно интересно, друзья мои, то юнит 52, 53 по красному мерфи. Там мы подробно разбираем этот момент. А также обратите внимание, что надо говорить I want you to help me. Я хочу, чтобы ты помог мне. И не говорите вот так, как в русском. I want that you help me. Если вы не поменяете структуру, если будете говорить как русский язык, как в русском языке, слово в слово переводить, то по-английски это будет звучать неправильно. Поэтому обратите внимание всё-таки на вот эти конструкции. Пока запомните хотя бы несколько этих вариантов и учитесь работать с ними, комбинировать на основании того, что мы уже с вами прошли. Давайте повторим интересные эти фразы. Я предпочитаю это этому. Я надеюсь что-то сделать. Я хочу что-то сделать. Я хочу, чтобы кто-то сделал что-то. Давайте выучим несколько полезных выражений, которые помогут вам рассказать о том, что вы чувствуете, что вам нравится, или что вам не нравится. Эти выражения представлены в виде диалогов. Я могу спросить. Do you like football? Ты любишь футбол? Тебе нравится футбол? В русском обратите внимание фраза. Тебе нравится футбол? Она не сходится с английским вариантом. Do you like football? Английский вариант, во-первых, в вопросе содержит вспомогательный глагол do, и также связка you like. То есть, do выпадает, ты любишь футбол. Но также вариант тебе нравится футбол, он абсолютно хорошо сюда подходит. Ответом может быть yes, I really like football. Да, я очень люблю футбол. Или yes, I really like it. Да, он мне очень нравится. Really усиливает чувство like. То есть, не просто yes, I like it, а yes, I really like it, я очень люблю. Если вы не фанат футбола, скажите об этом так. No, I don't like football. Нет, я не люблю футбол. Либо no, I don't like it very much. Он мне не очень нравится. Ещё раз. Do you like? Тебе нравится? И указывайте, что. I like, мне нравится. I really like, я очень это люблю, мне это очень нравится. I don't like, мне это не нравится. Второй диалог. How's your grandfather? Как твой дедушка? He is very well, thanks. Он хорошо себя чувствует. Спасибо. У него всё хорошо. He is very well. У него очень хорошо. Можно было сказать, he is well. У него просто хорошо. And how about your grandmother? А как насчёт бабушки? How about? Как насчёт? And how about your grandmother? She is a bit tired. Она немножечко притомилась, утомилась. She is a little tired. Она немножко устала. В английском языке есть несколько разговорных шаблонов, которые соответствуют русским словам. Немножечко, чуть-чуть, малёха. Это такие слова, как a bit и a little, которые могут стоять перед прилагательным. Как в данном случае. She is не просто tired. She is a bit tired. Она немножко устала. She is a little tired. Она чуть-чуть устала. И теперь обратите внимание, друзья мои, на эту маленькую пометку. Здесь поначалу ошибку делают все русские. Да-да-да, друзья мои, думаю, и вы такую ошибку делали. Если вы хотите сказать, я очень люблю футбол, то вы начинаете переводить по-русски и говорить, I very like football. Но дело в том, что в английском языке мы такого делать не можем. не может на речи very стоять вот здесь вот, в самом начале, сразу после подлежащего. Так никто в английском языке не говорит. Что же делать? Вам нужно это very выкинуть, переставить в самый конец. И послушайте, как будет звучать фраза «Я очень люблю футбол». То есть «очень» в английском языке соответствует двум словам «very much», которые стоят в самом конце предложения. Хорошо, вы запомнили, что «очень» – это very much, но у вас будет искушение два слова поставить куда-то в середину предложения. Не надо говорить «I like very much football». Я люблю очень сильно футбол. Это тоже будет ошибка. Мы снова берём это very much и ставим в самый конец и говорим «I like football very much». Помните, как в начальных классах мы учили не просто thank you? Thank you very much. Вот по тому же абсолютно принципу мы работаем со связкой very much. Она всегда будет стоять в самом конце, в дополнении. Обратите внимание на этот момент. Ну что ж, друзья мои, если вы готовы, давайте послушаем несколько предложений, несколько примеров, которые для вас озвучил диктор-американец, в этих ситуациях мы услышим знакомые нам глаголы love, like, hate, prefer, want и hope. I love my family and my best friend. I like my job. I don't like horror movies. I hate traffic jams. I prefer coffee to tea. I want a new car. I want to buy a new car. I want my father to buy a new car. I hope I do well on my exams. I hope that my friend does well on his exams. Теперь, друзья, мы предлагаем вам немножечко закрепить материал на примере одного упражнения. Я прочитаю вам предложение, которое описывает ваше состояние. Ваша задача сказать, как же вы себя чувствуете. Предлагаю вам начать со связки I feel и после этого указать ваше чувство. Сперва прочитаем чувство angry, злой, чувствую негатив, cold, холодно, happy, счастливый, hot, жарко, hungry, голодный, ill, больной, sad, печальный, surprised, удивленный, thirsty, жажда, испытывать жажду, tired, уставший. И well нам тут перечеркнули, видимо где-то уже был использован пример, только у нас его здесь нет. Хорошо. Я буду читать ситуацию, вы будете говорить I feel как-то так. Ну что ж, поехали. You haven't eaten for 10 hours. Вы не ели 10 часов. I feel hungry. You went to bed at 2 am and got up at 6 am. Вы пошли спать в 2 часа, а встали в 6 утра. Как вы чувствуете себя? I feel tired. Я чувствую себя уставшим. Somebody has just broken a window in your new car. Кто-то только что разбил окно в твоей новой машине. Как ты себя чувствуешь? I feel angry. Я очень злая. У меня была такая ситуация, друзья, мы разбили камнем, стекло в машине, украли сумочку маленькую, которая стоила там, я не знаю, 2 доллара, да, ничего не стоила, да, а стекло стоило сколько? По-моему, 100 долларов замена стекла обошлась. Было обидно, да. I really felt angry at that moment. Следующий пример. It is a hot day, and you haven't had anything to drink for 3 hours. Сегодня жаркий денёчек. А вы ничего не пили уже 3 часа. Как вы себя чувствуете? I feel thirsty. Я чувствую жажду, я хочу пить. You have a very bad cold. У вас ужасная простуда. I feel ill. Я чувствую себя больным. It is snowing, and you do not have a coat with you. Идёт снег, а у вас с собой нет пальто. Что вы чувствуете? Я чувствую себя счастливым. Вы получили отличные оценки на важном экзамене. Как вы себя почувствуете? Температура 35 градусов по Цельсию, а у вас нет кондиционера. Значит, что вы чувствуете? Я чувствую, что мне жарко. Your dog has just died. Ваша собачка только что умерла. Как вы себя почувствуете? Мне грустно. Мне печально. You see your brother's photo on the front page of the newspaper. Вы увидели фотографию брата на первой странице газеты. Вы, наверное, здорово удивились. Как это звучит по-английски? I feel surprised. Я удивлён. Как видите, слово well нам таки не пригодилось, друзья мои. Поэтому правильно сделали, что его зачеркнули. Давайте ещё раз сами для себя выпишите эти предложения, переведите их, напишите правильный ответ. Это будет неплохое пополнение в ваш активный английский словарик. И теперь повторим всё, что мы с вами выучили, и, как видите, материала довольно-таки много. Happy – счастливый. Здесь мы говорим о прилагательных. Как видите, я для вас написала. Они обычно стоят не всегда, но, как правило, со словами be, feel и get, которые говорят о чувствах и ощущениях. I'm happy – я счастлив. Sad – грустный. He is sad – он грустный. Angry – злой. He is angry – он злой. Upset – расстроенный. I'm upset – я расстроен или я расстроенный. Thirsty – хотеть пить. I'm thirsty – я хочу пить. Hungry – хотеть есть. I'm hungry – я хочу есть. Well – хорошо себя чувствовать. I feel well – я чувствую себя хорошо. Главное здесь не добавляйте в английском языке ничего. Я вам уже говорила на прошлом уроке feel. Можно переводить не только как чувствую, а чувствую себя. Ill – быть больным, заболеть. He got ill – он заболел. Cold – холодно. I'm cold – мне холодно. Hot – жарко. I feel hot – мне жарко. Tired – уставший. I'm tired – я устал. То есть я сейчас уставший. Surprised – удивленный. He was surprised. Он удивился, он был удивлен. Давайте ещё раз медленно прочитаем наши прилагательные. Happy – sad. Angry – upset. Thirsty – hungry. Well – ill. Cold – hot. Tired – surprised. Эти слова, конечно же, нужно выучить, а также, друзья мои, в качестве тренировки и вы можете рассказать прямо сейчас о себе, как, например, сделаю это я. I am happy. I am not sad. I am not angry. I am not upset. I am not thirsty. I am not hungry. I am well. I feel well. I am not ill. I am not cold. And I am not hot. I am not tired. I am not surprised. Вот такую тренировочку делайте для себя. Каждый день, я не знаю, вставайте, проходите по этим словам и рассказывайте о себе, что вы в этот момент чувствуете. Отличная тренировка для запоминания данных слов. А теперь повторим новые глаголы, которые нам попались на этом уроке. Feel – чувствовать. How do you feel? Как ты себя чувствуешь? Love – любить. I love you. Я тебя люблю. Like – нравится. То есть, любить, но не так горячо, как love. Don't like – не нравится, не люблю. I don't like it. Мне это не нравится. Do you like it? Тебе это нравится? Мне стоит. Вы можете указать, о каком объекте вы говорите. То есть, что вам не нравится, что вам нравится. Hate – ненавидеть. I hated – я это ненавижу. Prefer – предпочитать. I prefer coffee to tea. Я предпочитаю кофе, чаю. То есть, я больше люблю кофе, нежели чай. Hope – надеяться. I hope to get good result. Я надеюсь получить хороший результат. Я надеюсь на хороший результат. Want – хотеть. I want to sleep. Я хочу спать. Ещё раз повторим эти глаголы более медленно. Feel – love, like, don't like, hate, prefer, hope, want. Ну, а на этом, друзья, мы можем смело заканчивать наш урок. Мне кажется, что урок получился очень полезным, очень эффективным. Если вам понравился этот урок, обязательно жмите кнопочку «Мне нравится». Если вам понравилось упражнение, которое мы с вами проделали, потому что я всё ещё нахожусь, скажем так, в поиске техники подачи упражнений, если оно вам понравилось, напишите, друзья мои, что именно вам понравилось. Или, например, если не понравилось, напишите, что не понравилось, что можно было бы сделать лучше. Учите эти слова, друзья мои, они действительно полезны, на нём пригодятся описать, скажем так, самые базовые ощущения, чувства, которые у вас есть. Но, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы неплохо повести диалог на английском языке. А я с вами буду прощаться. Меня зовут Елена Викторовна. Мой канал называется OK English. Подписывайтесь на него, следите за обновлениями и учите английский язык вместе со мной. До скорой встречи. До свидания. Bye-bye.